Шалом, друзья! Я Исраиль Парибский, раввин, блогер и семейный консультант. Сегодня, наконец, я расскажу вам, как управлять своим супругом, как подчинить его своей воле, как сделать так, чтобы ваш непослушный избранник, наконец, начал делать то, чего вы от него хотите. Итак, для примера я возьму самый эффективный вид управления человеком, чтобы описать, в принципе, проблематику вопроса. Самый эффективный вид манипуляции, если вы хотите чего-то добиться от человека, это тяжелый тупой предмет. Берете тяжелый тупой предмет, бьете по голове и ведете человека вот так, куда он не хотел идти, подписываете его рукой то, чего он не хотел подписывать и так далее. Очень простой, эффективный, на самом деле, вид манипуляции у него есть. Один недостаток. Человек рано или поздно придет в сознание, или не он, а другие люди заметят, что вы им так манипулируете, и людям это не понравится. Это описывает проблему всех способов управления людьми и манипуляцией, потому что методы манипуляции делятся на две категории. Первый неэффективный, и второй эффективный, но вам за это потом прилетит, потому что человек рано или поздно поймет, что что-то здесь не то. Итак, в чем проблема вашего супруга, почему он вас не слушается, и вообще человека, почему им сложно манипулировать, потому что у каждого человека есть голова на плечах. Мою голову вы здесь видите, но поверьте, у каждого человека она там именно находится. Что? Какие проблемы сойдет голова? Голова, она думает о том, как сделать так, чтобы мне было хорошо. То есть голова каждого человека работает на его стороне, как бы играет в его команде. И, соответственно, это будет против вас, если вы хотите от него чего-то добиться. Поэтому первая проблема, с которой вы сталкиваетесь, когда вы чего-то хотите добиться от человека, то, что он сам хочет делать то, что он хочет, а не то, чего вы от него хотите. Как только вы будете его перетягивать, он будет сопротивляться. Даже если он до этого хотел делать то, чего вы от него пытаетесь добиться, но как только вы начали им манипулировать, он наоборот будет закрываться и противостоять. На что это похоже? Человек идет по какому-то пути, но вас не устраивает скорость, вы начинаете его толкать. Как только вы начали его толкать, он начинает сопротивляться и вообще перестает идти. Примерно так это и работает. Что делать, спросите? Есть очень на самом деле эффективный и простой способ взаимодействия с другими людьми. Он на самом деле работает. Нужно играть с ним в одной команде. Потому что как только вы играете в двух командах, мы сказали, это с точки зрения КПД получается неразумно, нерационально, неэффективно, потому что он сопротивляется. То есть вы можете чего-то добиться. То есть вы можете толкнуть человека, чтобы он шел, но он будет сопротивляться и вас заберет очень много энергии его толкать. Поэтому вам будет выгоднее предложить ему бежать. Вам нужно каким-то образом его мотивировать. То есть вам нужно быть с ним в одной команде. Как это сделать? Очень просто. Нужно понять, чего по-настоящему хочет человек и предложить ему это на взаимовыгодных с вами условиях. Звучит очень просто. На самом деле главная проблема в том, что обычно люди сами не знают, чего они хотят и не говорят, чего они хотят. То есть для того, чтобы взаимодействовать таким образом с человеком, вам нужно очень много вложиться, очень много думать, размышлять и так далее, замечать чего-то и так далее, и так далее, чтобы понять, чего он на самом деле хочет. И тогда предлагаете ему это, он сам за это цепляется и сам бежит вперед. Вам не нужно тогда его будет толкать. Приведу вам такой пример, как влюбить в себя мужчину. Есть такие всякие инструкции, ролики, книжки наверняка есть. И есть девушка, она хочет в себя влюбить определенного мужчину, покупает эту книжку, начинает читать. Что начинает происходить? Она думает, что она им манипулирует. На самом деле что происходит? На самом деле она вкладывается в этого молодого человека. Она уже купила книгу, она материально вкладывается. Дальше начинает читать. Она начинает о нем думать постоянно. И так думала, раз она купила эту книжку. Но раз она уже начала читать, она думает об этом мужчине, как его заинтересовать. Или как познакомиться с мужчиной. Неважно. Но она уже думает о мужчинах. То есть она уже думает. Она начинает более внимательно к нему относиться, потому что ей же нужно улавливать. То есть она пытается им манипулировать. Ей нужно улавливать обратную связь. Значит она внимательно сечет все его настроения и так далее. То есть она свое внимание, свои мысли, все это, да, даже материально, она вкладывается в этого мужчину. К чему это приводит? Правильно. Она в него влюбляется. И когда она влюбляется, это может вызвать у него обратную реакцию, потому что человеку приятно, когда в него влюбляется, когда его любят. Каждый человек хочет, чтобы его любили. Конечно, когда она его полюбила, он ее полюбит в ответ. Таким образом, вот эта вот книжка по манипуляциям, как она сработала, да, пример. То есть человек купил книжку, как влюбить в себя, и на самом деле влюбил. Но он влюбил себя не при помощи этих манипуляций, которые описаны в этой книжке, которые абсолютно бесполезны. Это просто хлам и макулатура. А он влюбил себя тем, что он предоставил тому человеку то, чего он хотел. Да, люди на самом деле хотят простых вещей, все хотят любви, внимания и так далее. Следите за нашими публикациями, ставьте лайки и наслаждайтесь отношениями.